Солидарное чтение Мы поняли, что книжка, к счастью для писателя и к большому несчастью для гражданина, по-прежнему актуальна и резонирует. И прям некоторые главы из неё как будто бы специально вновь повторяются в Беларуси. И мы подумали, что с этим можно сделать, и решили сделать Солидарное чтение для того, чтобы... Я просто очень помню свои собственные ощущения в Беларуси, когда я жил, и когда я чувствовал, что вот ещё чуть-чуть, и я поверю в весь тот абсурд, который в Беларуси происходит. Мне хотелось какой-то внешней помощи. И сейчас я хотел, чтобы белорусы, которые выходят на улицы, которые просто отстаивают свои права, право выбора, право на свободу, чтобы они знали и чувствовали, что они не заблуждаются, потому что огромная машина пропагандистская каждый день им говорит, что они заблуждаются, что они не имеют права, что они предатели и так далее и тому подобное. Я хотел сказать им, что нет, они правы, и у них есть право на свободу, право на выражение своих мыслей, и что с ними солидарно большое количество людей, и что с ними солидарны люди, которые могли бы оказаться для них авторитетами. Здесь ни в коем случае не я, но скорее люди, которые читали мой текст. И в этом смысле мы решили, что было бы здорово сделать такие ситения. Почему он актуальный сейчас, несмотря на то, что он про прошлое? Потому что, я уже сказал в начале, к сожалению, мало что меняется в Беларуси с десятилетиями. Мы очень надеемся, что сейчас изменится, а как-то все очень похоже. И, к сожалению, события, которые я описывал, когда я описывал 2010 год, они вот ровно сейчас, в эти дни, спустя 10 лет происходят. И вообще неважно, какие будут результаты в выборах сейчас, потому что, самое главное, запущен какой-то механизм, к которому уже нет обратной силы. И мне кажется, что мы уже сейчас наблюдаем, как меняется область в Беларуси. Это просто вопрос времени. Это может произойти 9 августа, может произойти 9 августа следующего года. Неважно, сколько там это протянется, но самое важное, что это уже произошло. Я думаю, что очень много причин. Это, с одной стороны, выросло еще одно новое поколение людей, которые хотят жить в свободе. С другой стороны, мы понимаем, что, как мне кажется, я могу ошибаться и могу только свое мнение высказывать. Мне кажется, что белорусские власти сейчас совершенно не соответствуют времени. Они категорически не соответствуют 2020 году. И полемика, и то, что они предлагают, их лозунги, то будущее, которое они предлагают, та система, которая выстроена, не знаю, все эти люди в костюмах зеркального карпа, которые сидят и слушают президента, и потом еще 5 минут аплодируют после того, как он ушел со сцены, хотя половина из них спит в этот же момент. И это какой-то такой сюрреализм, который просто и у меня, и, мне кажется, у многих белорусов просто эстетические разногласия с этой властью, потому что, ну, не может так уже быть. Это уже какой-то совершенно пройденный этап. Плюс, я думаю, что как раз пандемия, коронавирус показал, что белорусские власти совершенно наплевательски относятся к собственному народу. И все, что говорил президент, и то, как он вел себя с белорусами, я думаю, что каждый белорус почувствовал, что стране, которой ты платишь налоги, вроде как совершенно на тебя наплевать. И это еще одна причина. Плюс нужно понимать, что экономические проблемы из Беларуси никуда не уходили, и с каждым годом люди не живут лучше. Люди каждый раз живут плохо и плохо, и из Беларуси по-прежнему люди уезжают. Мы понимаем, что при населении там в 10-9 миллионов человек, 3 миллиона белорусов живет за пределами страны. Постоянно куда-то уезжаем и становимся бывшими детьми своей страны. И поэтому причин очень и очень много. А вот причин, почему бы кому-нибудь захотелось, чтобы эта власть и дальше была, я не вижу никаких. Мне кажется, что мы сейчас видим по всей стране, что впервые не только выходит Минск, но выходит регион, и регион выходит не менее активно, может быть, и более активно, чем Минск. И это совершенно потрясает. И мы видим настоящую солидарность всего белорусского общества, потому что выходит не только интеллигенция в Минске, то, что называется, оппозиция какой-то, да, очень проевропейской. Но мы видим, что весь белорусский народ по-настоящему сейчас хочет перемен, и это не может не радовать. В Беларуси считают не белорусским писателем, потому что я пишу на русском, а в России меня считают не русским писателем, потому что я вроде как из Беларуси. В Википедии я понял, что у меня нет ответа на этот вопрос, поэтому я посмотрел в Википедии, что про меня пишут. В Википедии написано, что я русскоязычный белорусский писатель. Мне нравится эта формулировка, потому что я считаю, что русский язык принадлежит не только России, что он в равной степени принадлежит и Белоруссии, и Украине, и гражданам Литвы и всех других стран, которые говорят на нем. И мне не очень нравится вообще, когда язык становится в Беларуси, например, очень часто он становится визитной карточкой, что вроде как, если вы действительно за все либеральные реформы, за свободу и за Беларусь, то вы должны говорить на белорусском языке, а если вы говорите на русском языке, то вроде как вы поддерживаете понятную страну агрессора и по отношению к Украине, и, может быть, по отношению к Беларуси. И вроде как настоящий демократ, либерал и настоящий белорусский патриот не может говорить на русском языке. Я с этим не согласен категорически, потому что для меня язык есть исключительно средства коммуникации. И понимаем, что и в Украине многие люди, которые поддерживали те или иные взгляды, разговаривали на русском или на украинском языке, и для меня это только какой-то средств, посредством которых я пишу. Сейчас мои книжки переведены там на сколько-то языков. Я считаю себя, наверное, скорее европейским писателем уже. Раньше было бы, наверное, нескромно это говорить, а теперь вроде как я уже могу себе позволить такое говорить. Я гражданин Беларуси, я им остаюсь, и мне кажется, сейчас в 2020 году это какой-то там вопрос, который довольно точный. Гражданин какой у вас страны, какой у вас паспорт? Потому что даже вопрос национальности для меня... Я много про это думаю, и национальность для меня отходит на второй план, когда людей обобщают по месту рождения, по принадлежности к какому-то месту, которое они не выбирали никогда. Я не знаю ни одного человека на планете Земля, который перед тем, как родиться, сказал бы, что я большой патриот России, и поэтому я хочу появиться на свет из русской женщины, или я большой патриот Беларуси, и поэтому это же все приобретенное от нас, мы не выбираем, где нам родиться. В этом смысле, мне кажется, можно считать большим патриотом Беларуси Сергея Михалка, Струбляпи Струбецкой, потому что он родился в России, переехал в Беларусь в 18 лет, выучил белорусский язык и стал белорусом в этом смысле. Но я не знаю прям множество таких примеров людей, которые с нас. Поэтому я гражданин Беларуси, автор, который пишет на русском языке и ощущает себя и белорусским, наверное, и российским, и скорее европейским автором. Я твердо убежден в том, что будет очень много написано про коронавирус, пандемию, и будет прямо какое-то невероятное количество текстов, и с одной стороны это очень здорово и хорошо, потому что нам нужно осмыслить то, что происходит, нам нужно понять, нам нужно сделать какие-то выводы, потому что, ну, мне правда кажется, что нам нужно заново изобрести светофор, нам нужно придумать какие-то... То есть понятно, что все равно есть люди, которые проезжают на красный свет, но мне кажется, что их меньшинство все-таки, я могу ошибаться, но мне кажется, что все-таки большинство людей проезжает на зеленый свет. И мне кажется, что нам нужно заново всем странам мира пересобрать этот светофор и договориться по поводу пандемии, договориться по поводу каких-то совершенно общих точных правил, которые будут соблюдаться во всех странах мира. Мы знаем, что даже в Каире есть несколько светофоров на 16 миллионов человек, и да, они не проезжают, но они там уже хотя бы есть. И мне кажется, что в этом смысле весь этот культурный пласт будет работать на переработку этих смыслов и новых правил, которые нужно нам всем принять. И надеяться, что мы как-то справимся с этой второй, третьей волной. Будут они, не будут, не знаю, вот это всё хочется понять. Я думаю, безусловно, возможно в том смысле, что, во-первых, мы видим большое количество жертв, и мы понимаем, что многие люди потеряли своих близких по-настоящему, да, что это не какая-то игра, не какая-то беда, которая случается где-то там далеко. Мы понимаем, что это беда, которая случилась с нами рядом, близко и внезапно, да, и в этом смысле это похоже на какую-то войну, на какие-то такие происшествия, на которые ты вроде как не можешь повлиять. И это правда какая-то глобальная штука, в которую все вдруг оказались как-то замешаны. И в этом смысле мне правда кажется, что это напоминает большой конфликт мировой, и напоминает в том смысле, что мы видим какую-то неспособность сейчас всех договориться, принять все единые правила, понять, как действовать дальше, что делать, и комендантский час, который был, и многое из того, что мы наблюдали, это, конечно, какие-то приметы не той обыкновенной, там, человечной, если можно по людей говорить, жизни, которой мы привыкли. И в этом смысле, конечно, я думаю, что напоминало, единственное, что мы не видим врага в лицо, да, мы не понимаем, кто это. Но с другой стороны, я как раз много работаю с историческими документами, и там большое потрясение у солдат в письмах было от Первой мировой войны, скажем, связано с тем, что ровно так же на линии горизонта они вдруг не видели врага. Если все войны, которые были до Первой мировой войны, было принято считать, что это были такие бравые вылазки, и ты видел врага в лицо, то здесь, когда начались траншейные войны, и люди засели, и месяцами сидели в окопах, и не видели собственного врага, и сражались не пойми с кем, в этом смысле параллель, мне кажется, работает и имеет место быть. Этот рассказ, который написан мной, он был в большей степени написан, потому что журнал Esquire попросил меня написать этот рассказ и как-то отрефлексировать всю эту ситуацию, которая происходит, и я до последнего не соглашался, потому что мне кажется, что сейчас слишком много авторов будет писать об этом, и сейчас у каждого есть свое мнение, каждый стремится его высказать, и мне кажется, что сейчас в большей степени талант и дар и какая-то этика в том, чтобы иногда свое мнение не высказывать, потому что лучше, мне кажется, иногда промолчать, и сейчас, правда, у всех есть про все мнение, у меня не всегда есть про все мнение, я долго думал про то, что будет дальше, и мне попросили предсказать, как, мне кажется, что произойдет, я нащупал для себя вот этот вот один момент, да, с какими-то отношениями внутри семьи, что может измениться, и про это мне захотелось рассказать, но это в очередной раз, мне кажется, что это рассказ не столько про пандемию и про то, как она меняет наши отношения, а сколько расскажут все равно про отношения отца и сына, и отца и его матери, и все равно какой-то, скорее, рассказ про ближести, про то, что люди не слышат друг друга, мне кажется, что люди не будут слышать друг друга, не слышали друг друга раньше, и в будущем наверняка мы сможем пенять на множество каких-то гаджетов, которые вроде как будут нам мешать друг друга слышать, да, мы все сейчас упираемся в телефон или что-нибудь такое. Нужно сказать, что писатели, они вообще живут в изоляции, еще до того, как начинается карантин, и я, в общем, довольно много в этой изоляции пребывал, а в связи с изоляцией еще и дальше забрался, никого не видел, и не сказать, что меня эта ситуация сильно тревожила, потому что, с одной стороны, не так уж и многое в моей жизни изменилось, а с другой стороны, у меня было время подумать скорее, еще больше сосредоточиться на моей собственной работе. Я, если сейчас на скидку подумать, с какими культурными произведениями у меня ассоциировалось то, что, нескромно же говорить, да, что с моим текстом, который я написал на эту тему, не знаю. Понятно, что сразу приходит на ум какая-нибудь меланхолия или приходят фильмы Тарковского. Глобально все те же тексты, все так же про смерть, про то, что мы думаем все тексты и фильмы, которые рассказывают нам о том, что мы много возомнили о себе, и что мы прям можем посылать марсоходы, а я вижу, что и сейчас мы очень заинтересованы в том, чтобы отправлять марсоходы и изучать другие планеты, а вроде как вот появляется какой-то вирус, который прям бах и переворачивает всю нашу привычную жизнь и стопит все, что происходило с нами. И в этом смысле, мне кажется, что все книги, фильмы, спектакли, музыка, которая говорит нам о том, что нам нужно быть скромнее, проще и не зазнаваться, и знать свое место на этой земле и понимать, что на самом деле… Я вчера, знаете, снимал с Лобковым новый эпизод программы, который мы снимаем для «Дождя», и мы были на карьере и откапывали червяков, которым 470 миллионов лет. Ты прям находишь такую штуку и понимаешь, что вот прошло 470 миллионов лет, и мы не многого добились за это время, прям там даже 3G не ловило на эти штуки. А если серьезно, то… Ну, правда, мы, мне кажется, за 470 миллионов лет могли бы добиться гораздо большего, чем в той точке, в которой мы сейчас находимся. Продолжение следует...